дорогие друзья всем здравствуйте смотрите сейчас споры идут о заглублении при черенковании метельчатой гортензии что нужно заглублять что на одну почку не нужно брать что берутся при этом случае если мы не берем если мы берем на одну почку то нету там никаких запасных в грунте вот давайте разберемся мое видение этой ситуации смотрите откуда берутся казалось бы вот эти вот побеги видите вот если не как раз пересаживала в трехлитровые металлики некоторая вам высылала которые такие подозрительные экземпляры себе оставляла и в трехлитровые смотрите с по девятки какие красотки по выходили но это другая тема смотрите и вот нашла как раз экземпляры вот видите такое ощущение что они идут эти побеги из земли да вот и как черенковались эти гортензии как не черенкуй сейчас я вам постараюсь доказать что откуда берутся вот эти почки но метельчатая гортензия это опять же мое мнение никому я в противоборство не вхожу это мое мнение я говорю только о метельчатой гортензии потому что вот крупнолистная гортензий и древовидной гортензии это как аксиома которую не надо доказывать у нее понятно что у нее идет поросль от корня у ней образуются такие почки которые на корнях да вот на корнях бывают почки образуются в пазухе листа они называются пазушные потом бывает даже на листьях образуется у некоторых растениях и на корнях вот так крупнолистная и древовидная это отдельный как бы отдельная история там образуется поросль из этих вот почек других которые они придаточными какими там ну какая разница как они называются а метельчатая гортензия способна я просто хочу чтобы вы разобрались да потому что какие-то споры крики за заглубление не заглубление вот метельчатая гортензия может пробудить почку может пробудить как бы росточек только из почки а откуда же эта почка у нас там появляется многие в питомниках или вот как бы как бы сказать черенкуют которые частные много черенкуют там же мы черенкуем черенкуем да и не обращаем внимание есть результаты есть результат но я немножко таком в этом плане давайте зануда ну или решу свое скажу свое мнение раз многие у меня спрашивают и втягивают меня в эту ситуацию посмотрите вот я вам объясню откуда берутся или вот тут берутся видите вот ствол казалось бы вот видите я обрезала оставила снизу вот тут идут эти почки вот вот почка внизу идет и вон там вот если я делаю очки вот прямо там зелененькая вот смотрите тоже идет почка откуда берется на елке так сейчас я уберу у меня пересаживала у меня полевые условия я уже на эту тему говорила подводила вам и хотела как бы снять но снова вопросы мне поступают как вы смотрите на это посмотрите когда мы берем срезала даже я черенки когда мы берем черенки как мы можем черенковать или вот как сейчас черенкуют допустим говорят комбинированный черенок да вот взяли только у меня такие уже большие эти ветки да берут меньшее когда вот комбинированный черенок что мы делаем я буду показывать на этом грунте мы берем и ну когда вставляем в грунт да вот так и многие говорят что нужно вот так как бы в грунту теперь смотрите бывает такая ситуация что вот этот череночек у нас укоренился все тут стал расти мало ли какая зима что-то с ним стало он не перезимовал но среди мы же вглубь заглубили да и вот когда при таком черенкование откуда берется эта почка я вам говорила что вместе там где место где прирастает к основному стволу вот этот вот побег тут масса почек но эти почки образуются вот сейчас они там в спящем виде но эти почки не говорят что теперь они проснутся они их просто много они на то они есть спящие запасные они проснутся через год там через зиму через две зимы через сколько угодно но они видите есть они запасные вот так вот они как бы в давленом теперь смотрите такая ситуация теперь мы же мы же можем не так черенковать мы можем черенковать вот так вот говорят отнимаем эту веточку посмотрите что у нас получается видите вот это место вот казалось бы вот это место где масса этих почек как я вам говорю вот в месте прирастания вот тут вот эти почки можно черенковать некоторые так некоторые говорят вот так мы обрезаем да вот берем допустим вот листик укорачиваем и вот смотрите при таком вот когда такой у нас черенок мы когда опускаем в принципе тоже заглубляется это заглубляется это вот ощущение смотрите там дали корешочки там вот это вот место перерастания тут вот вырастает гортензия наш растет гортензия допустим позднее черенкование хиленькая так страшненькая зиму не перезимовывает нам кажется что она не живая и мы вот и некоторые говорят да что вот обрежьте вот так вот так вот мы обрезали через зиму но у нас видите что есть вот у нас есть вот это место перерастания где образуются почки и когда растение ну понимаете верх у нее замерз а тут же все вот это есть но это такой случай теперь смотрите также случай такой допустим мы берем это так мы брали теперь допустим большенький возьмем да вот допустим возьмем мы вот такой черенок чисто промежуточный видите вот промежуточный мы берем черенок одна пара почек больше как бы я тоже больше и не беру одна пара почек смотрите мы опять же его вставляем но муж не ставим его вот так да вот так вот редко кто ставит в основном говорят в основном говорят мы вот так опустили до листика да не ставят же вот так мы опустили до листика вот так опустили все пошел процесс укоренения снова листочки отсюда пошли побеги вот у меня даже были случаи когда позднее черенкование вот так вот берешь с одним с одной парой почек вот с одной парой почек позднее он даже могут в пазухах вообще не проснуться но если вы там так расковырять почечка вон там набухает да он может не проснуться вообще перезимовавши зиму вот они просыпаются и чаще как-то даже с одной стороны один просыпается и пошел посмотрите и чаще всего при любом раскладе да вот как бы мы не брали тот черенок мы все равно ну вот как бы черенкуешь когда постоянно черенок 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 мы же не ставим так далекатно вот втыкнули вот так дальше пошли дальше в кассету или как это кто натыкивается и вот откуда берется вот из этой пазухи и чаще всего когда вот такая ситуация вот видите стволик пошел был черенок тут может быть он был черенкован ну вот таким способом вот смотрите сейчас вот череночек вот я его срезала я его срезала тут так и как я буду в кассету опускать недалеко от на вот так вот по это место вот видите по эти почечки и что получается у нас идет вверх череночек все растет 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 потом когда он прирастает так говорит мы теперь черенковываем взяли этот череночек и как бы вот ну срезали повыше как показать не хочется мне эту металлику портить вы понимаете вот это вот видите низ этот утапливается в любом случае как бы нельзя ли вот это вот верхушечный вот это вот верхушечный когда срезают и перечеренковывают редко берут на одну пару ну на один как бы узелочек берут 2 на 2 от земли срезают ну вот тут вот-вот в это то что нам не видно он получается он остается и вот это вот то что я вам говорила что вместе при растании к основному стволу вот этого везде много почек но вот тут вот одревеснел через зиму у нас его тут вот все это одревеснеет и там же зародятся вот эти почки понимаете ну тут мне кажется все настолько ясно и понятно и получается какие-то споры что недопонимание немножко между нами получается недопонимание но если я ну я такого допустим не встречала вот я допустим беру черенок смотрите вот такой вот такой черенок длинная у меня вот тут вот внизу почему говорят что внизу не брать длинная брать там там допустим ну не больше двух сантиметров если у меня будет очень длинная вот эта палочка и я вот так вот только втыкну видите в грунте почек нет вообще ну я допустим такого не встречала может быть у меня не настолько опыт да что на образуется там эта почка да вот когда нету этой почки а когда вот так мы же уже не видим этого узла через осень листочки опадают да мы не видим этих узелков они находятся там они утоплены так и вот оттуда появляется ну вот такой даже вот этот толще вот так утопили утопили в грунт обычно также утапливается пошли эти росточки вдруг они не перезимовали но в ме они не приземали вот эти вот верхушки нам ощущение что все нету неживо но вместе этот же уже центральный палочка она древеснивает и вот в этом месте где пазуха листа там много таких спящих почечек на ту они и спящие и вот эта почка спящая которая вот туда была утоплена вот она и просыпается вот она проснулась и вот тут вот вот зелененькая вот тут вот вот видно вот если я вот показываю да это тоже почка просыпается вот поэтому как мы черенкуем на одну там почку на две мы хотим черенковать вот оно поэтому говорят что вот утапливаем да не так вот ставим тень так чуть-чуть а вот так ну вот это вот мое видение этого вопроса понимаете вот а если вообще вот таким вот черенкуем вот таким то тут вообще много будет этих почек да вот мы взяли вдруг что-то тут у нас но как бы все равно утапливаем да вдруг тут чуть-чуть что-то подмерзает подмерзает вот тут все сломалось прямо все эти ветки поломались вот этих веток вообще как бы не существует но что у нас есть у нас есть вот это место где к основному стволу прирастает и обычно отсюда и бывает вот очень часто ну я вижу часто смотрите просыпается не 2 сразу да вот как тут на металлике у меня проснулась одна больше одна меньше а иногда на просыпается просто одна вот идет отсюда из пазухи 1 это один этот побег но через год там еще образуются под ну почки эти в общем вот такое мое видение дорогие друзья этого вопроса поэтому не пишите мне лишние вопросы это я уже я уже объясняла вот вот об этом вот об этом не сразу когда молодой побег вот когда молодой побег и тут генетический тут много почек будет генетически но этому побегу нужно вырасти одревеснеть ну и продолжать свой как бы рот да и как продолжается вот этими пазушными почками и они бесконечно бесконечно с возрастом конечно не в первые не в первый миг как только зародилась эта веточка а с возрастом там образуется большое количество почек и это то что вот у нас и получается сейчас хочу показать на взрослом примере может быть найду не знаю как получится смотрите это моя pink and rose вот в таком она уже виде вот буду нормировать но пока не теперь смотрите вот ветка которая мне не нравилось я ее обреза обрезала эти вот ветка срез идет и внизу этой ветки если бы я заглубила вот тут вот да было бы как бы нулевой побег от земли не понять откуда бы он брался но он берется вот ветка и вокруг этой ветки много почек вот он проснулся вот тут вот какая то есть еще спящая почка вокруг вот ветки где срезана тоже спящие почки это всегда резервная резервные почки которые ну просыпаются когда растение верхушка погибает вот в общем я как смогла так объяснила да ой еще много вопросов которые хотелось бы но моими глазами на них посмотреть вот это не значит видео что я кому-то в противоборстве потому что снимают такие ролики как бы на личности перехожу я не перехожу это совершенно конструктивный диалог мое видение вот этого вопроса